Карачаево-Черкесская республика переживает сейчас сложный период. В среду за Дагестаном там зафиксирован пик заболеваемости COVID-19. По просьбе жителей Братской республики благотворительный фонд «Инсан» направил им гуманитарную помощь. Груз с медицинскими препаратами и продуктовыми наборами сопровождал и наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Семь часов дороги от Махачхалы до Черкесска гуманитарная помощь прибыла до местного назначения. Здесь три кислородных концентратора, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты для врачей на общую сумму около 4 миллионов рублей. Также более 25 тонн продуктовой помощи для нуждающихся семей. Сегодня, благо, ситуация в республике у нас в Дагестане нормализовывается. И когда к нам поступило обращение от Карачаево-Чешкейской республики, от народа, чтобы мы оказали помощь, гуманитарную помощь, мы отреагировали. И мы понимаем, что гуманитарная помощь, которая собрана нами всего лишь за один день, она не решит все проблемы, ситуации братского народа Карачаево-Черкесии. Но мы будем счастливы, если эта помощь послужит спасению хотя бы одной жизни. Партию с медицинской помощью выгрузили на складе местного министерства здравоохранения. А продуктовые наборы – их мечети селения Чапаевская. Нам очень приятно. Мы даже не ожидали и не рассчитывали на это. Но, алхамдул-иллах, как и везде, сегодня и в нашей республике обстановка очень тяжелая и тревожная. Много людей болеют. Это будет, иншаллах, подстать. Будем раздавать поселам, иншаллах, кому надо, кто нуждается, иншаллах. Это братский жест от братского Дагестана. А, алхамдул-иллах, мы все рады, благодарим за оказанную такую честь, помощь. Население Качары относительно небольшое. Здесь живет около 500 тысяч человек. Меньше, чем в одной Махачкале. Но даже при этом, по словам местных жителей, катастрофически не хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты. Особенно в сельских поселениях. Мы на данный момент находимся на пике заболевания. Хоть об этом и молчат, но болезней очень много. Именно в нашей республике болеют многие. Республика небольшая, по-любому. Передают, вот у него родственник заболел, тот умер вообще. Многие сейчас без работы, многие сейчас дома сидят. У многих, хоть они и не говорят все, у многих сложная ситуация. Именно с этим. Но об этом ходить никто же просить не будет, конечно. По мере возможности благотворительный фонд «Инсант» продолжит отзываться на подобные призывы о помощи. Испытав на себе все трудности и лишения, связанные с пандемией, дагестанцы прекрасно понимают, как важна в этот период своевременная поддержка больниц и малоимущих граждан.